Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайф. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей, а именно сегодняшний, как вы уже догадались, киношедевр Уралки и Сарафанов. Мои хорошие, ну что мне хочется сказать о во-первых строках моего письма, так скажем, да, это то, что, ну и так нас это семейство своим контентом не балует, да, крайне редко бывает что-то интересное, последний раз интересное можно было наблюдать тогда, когда они находились все-таки на море, друзья мои, ну а сегодняшний ролик вообще вот эти 26 минут абсолютно ни о чем, да, вообще просто ни о чем, там, знаете, вот эта заготовка, банки, склянки, заготовка на зиму и Уралка, как всегда, говорит о том, что сегодня день того же дня, это к тому, что счастливые часов не наблюдают, а эти даже не помнят, как второй день недели. Далее Уралочка нам рассказывает о том, что вот как летом потопаешь, так зимой и полопаешь, а лопать-то мы очень любим, ну, собственно, кто бы сомневался. Да-да, говорит Уралка, движение, двигаться и шевелиться надо, ой, прям такие двигатели, ой, прям такие, знаете, крутильщики, друзья мои, вертельщики, Сарафан тоже, да-да, да-да, типа, знаете, два таких трудяги, да, два стахановца, эй, ухнем, как говорится, эй, ухнем, да, друзья мои, ухнули прям в кои-то веки, там, что-то взялись сделать, и то для себя, да, закрутки, и считают это уже прям такая работа, всем работам работа. Ну, что ж, как говорится, каждому свое. И опять про себя, про себя любимую, ну, вы знаете, говорит Уралочка, а мне вот скучать не приходится, а у меня буквально нет свободной минутки. Уличка, скоро мы начнем задаваться вопросом, какого ты делаешь, вообще, что же ты делаешь, что ты постоянно занята, и ни на что у тебя не находится времени. А вот, говорит Абдугани, постоянно скучно. Странно, друзья мои, о чем я и говорила, как пацану, да, который якобы так любит читать книги, который так прямо увлекается книгами, да, который ходит к репетиторам, как ему может быть скучно, объясните мне, пожалуйста. Она говорит, ну, понятное дело, он сейчас на улице не выходит, да он и вообще без нас никуда не выходит. Ну, естественно, ему надо общаться с ровесниками, с верстниками, да, бегать во дворе с мальчишками, с девчонками, играть, а он сидит, сидит, сидит с сиднем, а если и выходит, то исключительно только с Уралкой, с Сарафаном. Собственно, как-то так. Далее. Далее, значит, Уралочка рассказывает о том, что сегодня будут офигенно вкусные огурцы в томатном соке, друзья мои. Ну, а Сарафан, как всегда, ой, говорит, накрутили, накрутили томатного сока, ой, мы все в помидорах, вот туда-сюда, и тут же Сарафан делает очередной комплимент Уралке, которая не заметила, что Сарафан тоже извозюкался в томатном соке. Он говорит, тебе надо очки. Молодец, Сарафан. Молодец, Сарафан. Сразу видно, очень любишь и очень уважаешь свою любимую жену. Ола, Ола, кричал Сарафан в кишлачных полях, друзья мои. Моя единственная Ола. Люблю только свою Олу. Да, собственно, оно и видно, как он любит свою Олу, как он красиво о ней всегда высказывается. То про то, что Ола жрет все с костями, то про то, что Оллы надо срочно натянуть на себя очки, иначе она, как говорится, да, через хрен Зари не видит. Далее сортирует огурцы Уралка и говорит, ну сейчас помою огурцы. Правда, Оля? Ну надо же. А мы думали, что вы так в банки их будете грязными запихивать. Хотя, друзья мои, как знать, знаете, сказать помою и помыть – это две большие разницы. Да, я вчера со своей приятельницей разговаривала, вот, которая говорит, все, срочно берусь за изучение языка и так далее. Вот, ты знаешь, вот я считаю, что мне это нужно, то да сё. И вот мы с ней болтали, 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 и я потом ей говорю. Я говорю, ты знаешь, между тем, что берусь за изучение языка и учить язык, есть тоже две большие разницы. Я говорю, вот когда выучишь, да, ну или начнёшь хотя бы учить его, вот тогда, говорю, скажешь это уже, что вот действительно, какая я молодец, нашла время на изучение иностранного языка. Ну согласитесь, ребят, потому что есть такая категория людей, да, которые много говорят, а делают крайне мало. Есть вот такие люди, у которых 7 пятниц на неделе, да, которые сегодня сказали одно, завтра забыли, послезавтра вообще сказали другое, а на самом деле, как говорится, овоз и ныне там. Далее, далее, значит, читаю комментарии у Уралки на канале и просто валяюсь. Комментарий следующего содержания. Оля и Сафар, вы отличная и добрая семья, это видно по собранному урожаю. Ребят, только вдумайтесь, теперь у нас, теперь у нас критерии хорошей, доброй, полноценной такой, знаете, настоящей семьи, это обязательно наличие собранного урожая. То есть всем тем, кто, как и я, не держит никаких огородов, да, и никогда не держал, значит, нет у нас никакой семьи, раз нет никаких урожаев. А мне интересно, а чужой урожай, который мне привозят, да, будет считаться, да, вот зачтется нам, как говорится. Ребят, я просто валяюсь. То есть если какой-то преступник, допустим, собрал урожай, да, вы молодец, вы настоящая личность, вы большой души человек, ведь вы собрали такой урожай. Боже мой, что курят эти люди, которые пишут и поют дефирамбы Уралки в ее комментариях, друзья мои. Да, в общем, есть и такие, таких, кстати, там великое множество. Далее, далее Сарафан смеется и говорит, ой, я только повернул камеру в сторону Абду, а он взял и сбежал. Ну, собственно, ничего удивительного, да, он же прекрасно понимает и уже не хочет сниматься в вашем кино, но вы продолжаете его там активно снимать. А для того, чтобы все потом писали возмущенные комментарии, а они бы потом прикинулись такими, знаете, псевдоморалистами и сидели бы, знаете, заламывая руки. Как вам не стыдно? Ну, вы же люди. Ну, не трогайте ребенка, да, которого мы сами, сами со своего барского разрешения, да, кидаем в топку Ютуба и выставляем на посмешище и на всеобщее обозрение. Конечно, все правильно. Виноваты не они сами, не папаша, который отвечает за этого пацана, не Олюшка, да, которая тоже слишком добренькая, друзья мои, а виноваты хейтеры. Видимо, хейтеры приезжают в ревду каждый божий день, да, вытаскивают Абду из какого-то угла, ставят его в кадр, говорят, так, сиди, вот сиди и снимайся, снимайся и позорься дальше на камеру. Далее Уралочка рассказывает о том, что это вкуснейшие огурцы в томатном соке. Ой, говорит, отправятся они под шубку, а зимой типа будем трескать эти огурцы. Мы, говорит, как открывали банку, так сразу и съедали. Открывали, съедали. Открывали, съедали тут же. Моментом. Уралка, ты знаешь, я бы тебе поверила, если бы я, собственно, видела вот эти банки у вас на столе. Ну, хотя бы тогда, когда вы показываете то, как вы едите. Особо-то мы банок за прошлый год даже близко не заметили. Скорее всего, никаких банок и не было. Куда делись эти банки, я не знаю. Возможно, вы продавали их по друзьям, знакомым. Возможно, вы продавали их действительно на Авито. Я, кстати, могу в это поверить. Возможно, еще куда-то девались эти банки. Понятия не имею. Собственно, мне это неинтересно. У меня от этого, как говорится, нигде ничего. Да, не дрогнет ничего, как говорится, от этой информации не появится, не убудет. Поэтому мне, собственно, вообще плевать на ваши банки. Но то, что за год у вас на столе практически не было никаких банок, то вот вопрос, куда делись эти заготовки, остается, друзья мои, я бы сказала, актуальным. Ну и что? И, конечно же, естественно, ни дня без того, ни ролика без того, чтобы не поговорить про алкашку. Да, вот это нам под закуску, нам непьющим. Уралка, с каких пор вы стали непьющими? Мне просто очень даже интересно. С каких пор, Уралочка, ты стала непьющей? Может быть, со вчерашнего момента, который ты выкладывала на Ютубе, где ты в зеленом, с огурцами, с неадекватным выражением лица трясешь огурцами и кабачками, я не знаю, может быть, с того самого момента, со вчерашнего дня ты ушла в завязку? Я понятия не имею, друзья мои, да, ушла, как говорится, в завязку, вернусь не скоро. А вот возвращается Уралочка и возвращается. Короче, святая пара, как всегда, друзья мои, хочет показать, какие же они молодцы. Ну, ничего, обычный ролик, ролик ни о чем, собственно, нечего показывать, поэтому показали то, как есть, что у них творилось, да, что у них происходит. Да ничего не происходило, просто делали очередные заготовки. Друзья мои, вот такой у меня небольшой получился обзор. Говорить там не о чем, далее обсудим с вами, ну, достаточно, я бы сказала, такую интересную тему. Продолжение обязательно следует. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока и, конечно же, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok